девочки всем привет добро пожаловать на мой канал после вчерашнего видео я все-таки решила сделать себе таблицу вот из этих хлопьев потому что очень неудобно работать особенно на клиенте когда ты не знаешь как этот цвет будет выглядеть в итоге вроде бы будет красиво когда выкладываем если тем более еще и кончик будет на форме например форма же дает фон поэтому я решила сейчас с вами вместе сделать таблицу но таблицу я буду делать не на бумаге она вот этих палочках вчера у меня остались конечно при палочке но я так думаю что это как-то выглядит не очень такие палочки если на них делать что это такое безобразие поэтому я буду делать вот на таких типсах может быть их потом покрою я уже пронумеровала вот смотрите видите 1 2 3 4 из 15 поэтому я пронумеровал вот так теперь что я буду делать я буду наносить топ и на топ выкладывать каждый цвет нет топа мне жалко я буду наносить обычный гель а топом уже сверху покрою чтобы не было липкости теперь что нам надо сделать нам нужно по квадратику нанести вот сюда под каждый номерок под каждую циферку нанести вот такой аккуратный квадратик это делается все легко и просто потому что палочка уже прозрачная и у нас всего лишь фон один прозрачный поэтому мы будем делать и так одинаково не широко но стараться конечно нужно поровнее как бы все нанести подождем пока гель сам немножечко распределиться потому что наносится он как граблями потому что здесь холодно а он густой поэтому я торопиться не буду пусть полежит шестерочка семерочка слишком близко написаны у нас тут снег чистят поэтому не пугайтесь этих звуков громких вот так вот сделали это же кладем пусть придется себя переходим к следующему самой первой палочки это будет очень удобно мастерам очень удобно прям помощница вообще нужно делать мне кажется так со всеми украшениями когда клиент будет видеть что это выглядит именно вот так и может быть захочет так ну что первые две наверное типсоны можно сушить буду сушить клиентской лампой потому что мне лень доставать свою такой мне бардак покажу вам все правы мне от вас скрывать нечего засовываем аккуратненько и сушим минуту зачем мы сушить будем кто знает эти тонн конечно хлопья очень тонкие их можно нанести на липкость хотя липкости у этого геля очень много поэтому все нормально сушим на липкость уже и сделаем сушить как я одета мне холодно так вот смотрите какая красота вы видите что это очень красиво это очень красиво но на конечно же знать на каком фоне это будет красиво смотреться у меня всего три фона я сейчас вам покажу вот они мне кажется их надо переделывать эти фоны потому что как-то они не солидно выглядят и смотрите мы сейчас открыли номер один вот подписан номер один вот так он выглядит на черном представляете вот этот нежно-голубой цвет вот так выглядит на черном красный вот так он выглядит на бежевом вообще страшно непонятно и вот так он выглядит на белом ну тоже сомнительное удовольствие такое себе делать если честно поэтому сейчас мы посмотрим как он будет выглядеть на прозрачном если будет круто то можно будет сразу уже придумывать крутые дизайны, вы просто будете одним взглядом все это обсматривать и уже у вас будет фантазия рождаться, что же можно сделать красивого, высохло, так и теперь берем отмерочку и накладываем, накладывать треугольничек я не буду, потому что нужно сделать всего лишь один квадратик заполнить этими хлопушками, так берем, макаем вот что-то липкое нашу зубочистку и берем комочки, видите, как они там лежат, прям очень плотно друг на дружке так, почему ты не берешься, наверное, я слишком очистила зубочистку от геля нет, просто они такие огромные, что тяжелые, так жалко такой большой комочек делать, ну ладно, давайте хотя это нужно, по-моему, тут слиплись, это не так слипаются, видите, тут второй о, все, это мы вернем, мне, например, жалко раскидываться такой красотой, смотрите, как на бежевом то есть девочки, которые работают базой, бежевый, например, вот для вас это нужно нанести на бежевый липкость очень хорошая, вот так будет выглядеть, но мы еще не покрыли, вот мы покроем и тогда мы с вами увидим реальный результат, я надеюсь, что после покрытия топом это засверкает, я на это очень надеюсь я же сорока, так и теперь будет у нас еще цвет шикарный, ладно, кладем, очень удобно это делать и очень быстро за счет того, что я держусь за сам ноготок, а он сухой, вот, видели, что получилось, я вот так сделала, получается, вот, я же говорю, что они слипшие еще вы это видели, вот, кусок еще осталось, вот они очень часто попадаются слипшими, мне, конечно, это не очень нравится потому что хочется сделать тоненькое, так, ко мне с чем-то для подхода, так, оставим, так, номер 6 у нас готов, продолжаем посмотрите, капот, не так, тут все набито, кажется, что зеленый не красиво, на самом деле, на бежевом это очень даже красиво берем номер 7, так, номер 7, вот, посмотрите, он прям новогодний, такое ощущение, что это льдинки, холодное сердце продолжаем, номер 7, возьмем сразу, наверное, вот такой большой кусок, мне интересно, он даже слипшийся или нет? да, он, наверное, тоже слипшийся, видите, сколько раз я сюда это выкладываю интересно, интересно, это же не просто хлопья, это, наверное, чьи-то отходы или что-то вот такое делает интересно, и вот, это чьи-то заготовочки, очень много в ногтевой сфере чьи-то отходы например, те же, эти вот блесточки, знаете, такие, типа блики, это ведь обрезки от звездочек вот, люди занимаются, например, там, макияжем тем же, они же тоже клеют эти звездочки на лицо, там, очень много таких отходов безотходное производство называется, берем номер 8, посмотрите, какой шикарный цвет так, номер 8, правильно, ничего не путаем, это очень важно после покрытия, я надеюсь, будет сиять все идеально номер 8 и сейчас я смочу побольше в геле палочку, вот эту, чтобы проверить, нет ли тут второго слоя ну, как видели, видите, какой полезный канал, Юля, подписывайтесь ну, так взяли и делаем сейчас еще раз открываю, а там третий слой будет, смешно, конечно так, тут точно нет еще одного слоя, надо проверить нет, все хорошо ну, стараюсь, конечно, все это запомнить, посмотрите на прозрачном, как обычное серебро кстати, у меня есть идея сделать с таким серебром еще один снежный дизайн новогодний вот сразу появляется идея в голове, правильно, когда видишь, что будет ой, так, вот это сюда какой-то зеленый, он точно отсюда по-моему, нет, так, ты точно один по-моему, вот этот, а, нет, все хорошо, сиреневый набежь вам это все сиреневый так, номер 8 готово ой, вернем обратно, чтобы не раскидываться закрываем и переходим к номеру 9 о, господи, кто так закрывает не могу я открывать лучше закрыть, правильно, зачем мы это открыли надо же сначала открутить девяточку вот десяточка тоже шикарная сейчас шикарная вау, как же это красиво здесь какая-то мелочь только здесь, наверное, в других я вновь очень не наблюдала было чисто так, ну что, цифра 9, давайте проверим да, 9, все хорошо и наносим так, наносим очень аккуратненько если длинненько, то наносим вдоль очень красиво, на черном мне кажется вот так, и давайте проверим все-таки хочется, знаете, оригинально увидеть свет нет, как ничего не прилипло все хорошо потому что, когда они слипшиеся, то особо не увидишь оригинально, все, чтобы не было слипшись и не было слишком плотно вау, какой огромный кусок здесь тоже ничего слипшего все хорошо вот он, смотрите вот так страшненько на бежиме будет смотреться вот так на черном видите, как поменялся так, следующий цвет десяточка которую мы уже открыли так открываем аккуратненько десяточку и проверяем точно ли это да, это десяточка берем зубочистку обильно смоченную в гель там, здесь, откуда у себя почти похоже прижимаем и проверяем да, вот тут была видите, двойная теперь, как-то это надо обратно вернуть опа, вот это он как раз пенулся вот видите, двойная тут даже тройная по-моему вот так вот и вам и десяточка смотрим, чтобы не было воздушным прижимаем все лишнее у нас само по бокам отвалится потом после стушки можно сушить так, и что у нас мне очень интересно как это будет смотреться на красном поэтому давайте наряду сейчас красный фон и мы с вами вместе посмотрим что же это такое я нашла вот что я нашла это покрытие желе и давайте глянем вот например светло-красный цвет подставляем посмотрите, как это будет все красное как огонь как вам красиво здесь ничего не изменится мне кажется вот здесь ничего не изменится под любым фоном может быть если только черный здесь жуть какая-то здесь голубенькая тоже не особо мне это нравится здесь оранжевая давайте проверим дальше попало ну это уже более-менее посорочим светится это сиреневая на красном и это тоже что-то похожее на предыдущие это тоже сиреневая давайте глянем дальше это вот красиво но на красном фоне что можно сделать непонятно если только сердечко объемное это вообще ужас какой-то ну это тоже так сильно это тоже так себе это тоже так себе проверили это был светло-красный давайте выберем какой-нибудь еще цвет например синего я хотела всегда попробовать на синим что же это такое давайте ну подходит подходит ну не знаю как там Конечно, подходит, но что-то странно. Вау, вот это вот мне нравится. Это по-сорочеему. Это сюда странненько. Это тоже странненько. Это круто, это прям круто, ночное небо. Дальше. Вот это, конечно, странненькое сочетание. Вот это круто подходит. Цвет не меняет, но подходит круто. Прям ледышко-ледышко. Это нет. Вот это круто тоже. Это нет. Так, девочки, совет вам, новичкам. Когда вы заказываете на Алиэкспресс битое стекло, такой рулончик фольги, то, если вы хотите заказать, чтобы оно было голубенькое, красивое, заказывайте красное, и будет вам голубенькое, красивое. Потому что, если вы закажете прям реально голубенькое, оно будет вот таким. Вот таким страшным цветом. Видите, было голубенькое, стало страшное. Вот на белом будет голубенькое, но на белый цвет вы, если будете выкладывать это битое стекло, это будет какой-то странный дизайн. Но темное будет круто. Вот, например, смотрите. Сейчас я найду красненькое. А у меня красненького-то и нету. Ну, короче, это противоположность. И чтобы не разочароваться, воспользуйтесь моим советом. Вау, да это мне очень нравится. Вот тут, смотрите, было зеленое, я стояла вот такая, вот это страшненькое. Вот смотрите, вы если закажете голубенькое, у вас будет вот такая вот эта фольга, беда и всего, просто ужасно. Вот это, что-то странненькое. Вот, тоже странненькое. То есть надо брать противоположность. И сейчас я вам покажу на черном, что же на черном у нас будет. На черном очень много красоты будет, но и страшненького тоже будет много. Все такое пыльненькое, на черном. Вот это, ну подходит, но не особо, не вау. Вот это вау, это очень круто смотрится. Вот это так себе, это тоже так себе. Это вот красиво. Ну, это мне вообще не нравится сочетание. Это так себе. Видите, все голубенькие, они все будут такие красные на черном. Поэтому думайте, прежде чем заказывать. Вот это мне очень нравится. Какая красота. Это нет. Это странненькое, это странненькое. Все, вот так мы с вами и проверили. Делайте такую себе табличку. Тоже вот сюда, например, ее сейчас в деревню. У меня есть почти пустая. И сейчас мы в деревню в молочный. Кстати, давайте проверим вот этот вот желтый. Нет, нет. Так, показывай. Смотри. Так. Волигами. Нет, что-то не то. Это тоже. Но этот еще более-менее цвет. Вот так можно клиенту брать уже покрытые ногти и проверять. Это вам сэкономит очень много времени. Потому что, если вы уже нанесете клиенту, подумаете, что в баночке красиво и будет так же красиво на ногте. Нет, не будет. А вы уже нанесли. Представляете? А это снять очень тяжело. Они въедаются, потому что они ультратонкие. На молочном. Вау, вот это мне вроде бы нравится, а вроде бы нет. Зеленый у меня свет не светилось. Вот это вот нечего так выглядит. Вот это красиво. Вроде бы сиреневым отливает. И здесь красиво и тут. Вот это тоже нечего так. Вот особенно на голубенький сделать какой-нибудь новогодний дизайн можно. Так, девочки, ну вы поняли, да? То, что с Юлей вы не пропадете. Хорошие советы я вам даю. Поэтому подписывайтесь. И будем экспериментировать дальше. Вот так надеваю. И когда клиентка приходит, она вот не знает, что она хочет, например. Вы ей предлагаете. Вот она уже покрыла, а потом только вы ей предлагаете. И она смотрит на все, что получится. Смотрите, как красиво смотрите, как на вагоне. Дружка, сосульки. Вот так вот. Можно друг на дружку наложить. Смотрите, как красиво, да? Друг на дружке что-то такое. Прям сияет. А если посмотреть, у меня еще идея. Так, я очень хочу посмотреть на светоотражающий. Что будет? Смотрите, какое у меня все пулиное. Я только успеваю протирать. Так, так, так. Я уже приколола. Но все равно давайте. Смотрите. Вообще. Это вот еще ничего так красиво вроде смотрится вот этот. Но мне кажется, смысла не тратить, если честно, хлопья на то, что уже и без этого сияет. Поэтому давайте посмотрим на кошки. Так, это будет смотреться на кошке. У меня еще одна девочка не делала кошку, мне сказали. Зимой заказала. Вот и витраж. Так, я отстегиваю. Мне очень интересно, что будет с витражом. Если соединить, что получится. Вот у нас темно-синий витраж есть. Красиво? Некрасиво? Тройка. Родичка. Все, что попало? Что попало? Тоже туда же. Во! Вот это мне нравится. Это нет? Так, ну вот, о, вот это посмотрите, как красиво. Ну вот этот, по-моему, эти хлопья, они с какой-то трухой, поэтому там что-то мелочь. Ой, вот еще один цвет. Да, это уже очень красиво смотрится. Давайте возьмем зеленый цвет. Хотя у нас уже был неоновый с желтым, мне кажется, ничего не изменится. Ну вот это ничего так, вот это ничего так. Видео снимаю уже 40 минут, представляете? 40 минут, болтушка, еще там. Ничего страшного. Так, во! Вот он. Все, надо делать френч выкладной, чтобы был зеленый вот такой кончик, вот такие хлопушки, всякие камушки внутри. Или не улыбки обвести темно-зеленым или черным. Еще сделать сжатие, еще втирочку, ну все. Сорока проснулась, Юлю понесло, будет очень круто. Подписывайтесь на мой канал, всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, потому что впереди у нас будет очень интересно, красиво и полезно. И теперь мы надеваем, и все, представляете? Мы просто взяли, сделали вот эти три типсины, и теперь мы их будем накладывать абсолютно на любой цвет, будем видеть, что получится. Всем огромное спасибо, подписывайся, ставь лайк, пиши комментарий. До свидания!